Сегодня на мне макияж, который я считаю воплощением лета, и мы с вами его будем делать вместе, потому что у меня сейчас перед глазами очень много новинок Avon. Здесь однозначно есть несколько крутых продуктов, о которых вам стоит узнать, посмотреть на них в действии. И давайте, наверное, чтобы не затягивать, я сразу хочу приступить к делу, но перед тем, как мы перейдем к макияжу, если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот там вот внизу, есть кнопочка подписаться, там же можно нажать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои видео в будущем. Пожалуйста, не игнорируйте этот шаг, потому что мне реально в личку приходит сообщение, что люди долго не видят мои видео в подписках, потом вручную заходят на канал и просто в шоке, что у меня видео выходят, то есть их там уже полно, но никак это в ленте подписок не отображалось. Обязательно нажимайте вот там вот все, что надо нажать и давайте уже приступать к видео. Я уже частично сделала свой макияж, но те зоны, где я буду использовать новинки Avon, остались до сих пор нетронутыми. На лице я, кстати, сегодня опять использовала кушен от Estee Lauder, в общем, с момента, как я его попробовала, я его просто не могу оставить в покое, каждый раз рука к нему тянется. Если вы это видео не смотрели с этим обзором, обязательно посмотрите, я вам его оставлю вот здесь под буквочкой I. И первое, с чего мы начнем, это палетка из линейки Mark, она называется Epic Intense Eye Shadow Mini Palette. Там несколько вариантов растяжек цветов. У меня, мне кажется, самая лучшая, которая только могла мне попасться. И она называется Art of the Nudes. Отлично подходит для лета и вообще, когда я думала, какой макияж с этой палеткой создать, первая моя реакция была, что, скорее всего, тени не будут слишком пигментированы, точно не будет уровень Viseart или даже Colourpop. Поэтому я думала, как их можно усилить, как их можно приспособить к тому, чтобы сделать более выразительный макияж. А потом я подумала, блин, кому сейчас нужен вот этот выразительный макияж? Сейчас середина лета, тренди, все такое бронзовое, легкое, бронзовая кожа, сияющая, какие-то яркие губы, чтобы глаза выглядели скульптурно, но в то же время не перегружено. На веках у меня уже есть праймер от Anneli номер один. Я его уже нанесла, закрепила. И теперь возьму вот этот вот оттенок, нанесу его на внешний уголок глаза похлопывающими движениями и протяну где-то приблизительно до середины. Да, этот оттенок такой, знаете, по крайней мере на мне, он еле-еле создает тень. Но это, в принципе, то, что я и хотела, поэтому я его и выбрала. Теперь беру пушистую кисть и буду его растушевывать в складки. И вообще, в принципе, буду его растушевывать. Так, пока что мне очень нравится, что у меня получается. И, естественно, нужно учитывать, когда вы будете смотреть это видео, что я не сравниваю эту палетку даже с Colourpop, потому что самая дешевая палетка Colourpop на 4 оттенка все равно стоит 10 баксов. А это в два раза дешевле, поэтому мы просто рассматриваем, насколько эта палетка применима, что из нее можно сделать. Сейчас я возьму самый светлый вот этот оттенок, опять-таки на плоскую кисть и буду наносить его на все веко. Этот оттенок, знаете, вот прям почти оттенок моей кожи, только с мелким-с мелким шиммером. Я бы, наверное, все-таки хотела, чтобы он чуть-чуть больше выделялся. Тут уже это не в моей власти. Использую я уже готовый продукт. Золотой оттенок наношу на нижнее веко. Вот золотой, кстати, более яркий. Его вот прям вот заметно вот так вот на веке. И вообще я заметила, что золотой оттенок, наверное, все-таки в производстве один из самых простых, потому что, ну вот, мало есть брендов, которые могут запороть золотой оттенок. Вот такой вот классический желтый-золотой. И под бровь тоже этот золотой оттенок нанесу. Я бы, конечно, в идеале сюда бы положила еще какой-то более яркий, такой вот металлический какой-то оттенок. Ну, по крайней мере, в уголок глаза. Но это мы можем сделать и хайлайтером отдельно. Тем более, я думаю, что если вы смотрите мой канал, какой-то классный хайлайтер точно у вас в коллекции есть. Из новинок у меня тоже есть еще гелевый карантаж в черном цвете. Вообще, гелевые карандаши тоже обычно очень крутые, очень скользящие. И я уже видела несколько обзоров на эти карандаши. Я знаю, что они классные. И я вам сейчас покажу с вочи. Вот как они скользят. Видите? Вообще вот просто без проблем. Гелевые карандаши, на самом деле, дорогие. Покупать даже нет особо смысла. И что классно, в гелевой формуле тоже есть разные оттенки. То есть, если черный для вас скучный, то возьмите какой-нибудь синий, фиолетовый, зеленый, что-то такое. Их можно использовать еще и как базу по тени. То есть, по сути, я могла бы сейчас делать супер насыщенные смоки, если бы я вот этот черный карандаш положила бы на веко, растушевала. И вот насколько он выделяет тоже ресничный край, я наношу на верхнюю слизистую. Потому что мне просто, опять-таки, нужно немножко обозначить свой глаз, чтобы с тушью это выглядело более выразительно. И вот так вот между ресничками даже я сейчас вот ватной палочкой пройдусь, чтобы немножко это все вот именно в ресницах растушевать. Карандаш супер просто. Я его даже сейчас оставлю у себя на видном месте для того, чтобы и дальше продолжать им пользоваться. Действительно очень крутой, черный, насыщенный, хорошо растушевывается. Сейчас я быстро накрашу ресницы, буду использовать тушь от L'Oreal. И вернусь к вам, мы с вами продолжим этот макияж. Я когда красила ресницы тушью, то поняла, что у меня есть тушь от Avon. Это новинка из линейки Mark. Называется она Big & Fall Slash. Но на самом деле я даже рада, что я ее не использовала, потому что она пойдет в отдельную коллекцию, где у меня хранится косметика для будущих конкурсов. Кто-то из вас ее однажды выиграет. Я ее не использовала, потому что у нее очень большая щеточка. Я видела уже, как выглядит эта щеточка. Она реально очень огромная. А мы с вами уже можем переходить к бронзеру. Я сегодня буду использовать бронзер из линейки Avon True. Он в двух оттенках выпускается. У меня более светлая версия. Light Bronze он называется. И это именно бронзер, который должен имитировать эффект загара. Вообще, когда я только увидела внешнюю упаковку и открыла, посмотрела на него, то мне это очень напомнило терракотовый бронзер Guerlain. Вот прям вот видно, что люди вдохновлялись, по-моему, этим продуктом. Ничего здесь плохого нет, но просто это такое небольшое мое замечание. И он явно с красным подтоном. Как это будет смотреться на мне, я пока не знаю, потому что иногда с красным подтоном вот прям круто смотрится. А иногда, если слишком кирпичный уже оттенок, то это выглядит именно кирпичным оттенком. Это больше уже на мне становится похоже на румяна. Пахнет чем-то таким интересным. Каким-то как кремом для лица пахнет. Ну что ж, бронзер этот однозначно не самое плохое, что я в своей жизни использовала. Он вполне нормально, обычно, скажем так, выглядит у меня на лице. Немного все-таки более красноватый, чем я люблю. И вы знаете, если бы я сейчас выбирала, что купить, то я бы выбрала не этот бронзер, а выбрала бы, например, вот эту палетку от Makeup Revolution. Тем более тут за те же деньги два продукта, поэтому я бы выбрала вот этот. Последнее, что нам осталось попробовать, это помады из линейки Mark. Они обновили эту формулу, сделали ее еще лучше. И у меня есть как помада, так и трансформер. Трансформер вообще я вам покажу, вы сейчас упадете с дивана. И помада, кстати, тоже. Мне кажется, очень круто для летних образов. Посмотрите вообще, какой цвет. Это именно такой ярко-коралловый оттенок. Вот у меня даже ничего похожего, честно говоря, в коллекции нет. Я специально посмотрела. Но что касается трансформера, вы готовы вообще? Та-да! Как по мне, то это, знаете, цвет души Джеффри Старра, по-моему. Потому что это такой ярко-розовый цвет с миллионом просто частичек блесток. Но давайте начнем, наверное, с помады. Вернее, даже не с помадой, а с карандаша. Я взяла карандаш Фаберлик. Оттенок у него 46-48. Ух, вы знаете, я ее сначала назвала ярко-коралловой, но это неоново-розовая скорее помада. Называется, кстати, оттенок Peony Pop. Сама помада, знаете, сама по себе очень скользкая и все-таки недостаточно плотная. То есть несколько раз надо вот так вот туда-сюда водить. И она вот сам... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Из-за того, что когда пытаешься ее наслоить, она потом скатывается с внутренней стороны губ. Ну что ж, мой макияж полностью готов. Единственное, я не использовала вот эту вот помаду трансформер, но я вам обязательно покажу, как она будет выглядеть вместе с вот этой помадой, то есть поверх этой помады, и, может быть, подберу вам еще несколько вариантов, чтобы вы посмотрели, что она, собственно, делает. Но на вид она просто чумовая, вот именно такая максимально летняя помада. И сейчас вообще все эти топеры набирают пик популярности, поэтому, если это ваша тема, то вполне можете заказать. Что касается остальных продуктов Avon, которые у меня здесь появились, у меня есть еще 4 продукта. Во-первых, это солнцезащита SPF 30. У меня в прошлом году вот такой же тюбик был, по-моему, такой же. И я им отличненько пользовалась, мне нравился этот SPF. Здесь у него не максимальная защита, то есть PA указано 3, а не 4. Но, тем не менее, я когда хожу на море раз в 10 лет и намазываюсь этим кремом, я не сгораю. Вот ни разу не было еще такого, чтобы я сгорела. По-моему, вот это у них новинка. Это SPF для лица и тела. SPF 50. Здесь тоже 3 плюса защиты. UVA, UVB лучи. Единственное, что меня напрягло, я когда почитала состав, здесь на третьем месте в составе, по-моему, если не ошибаюсь, да, на третьем месте денатурированный спирт. Поэтому на лицо я это мазать 100% не буду. Но открою вам небольшую тайну. У меня очень скоро появится татуировка на всю вот эту вот часть. Поэтому мне нужен будет очень хороший SPF для того, чтобы защищать ее, для того, чтобы она не выцветала и сохраняла свой первозданный вид. Поэтому вот такие вот баночки будут у меня уходить просто ведрами. И, да, запомните, как выглядит моя рука. Вот больше вы ее такой не увидите. А если вы сейчас в шоке и никак из него выйти не можете и думаете, что я вообще задумала, то наверняка в инстаграме я уже выкладывала, что у меня получилось. Вообще я запланировала 3 сеанса. То есть в инстаграме, скорее всего, вы увидите результат первого сеанса, потому что татуировка будет действительно большая, от кисти до локтя. Поэтому будет 3 сеанса. Но после первого сеанса, естественно, я же все покажу, что у меня получилось. Поэтому если вам не терпится узнать, что же я такое наколола, то переходите в мой инстаграм. Еще у меня здесь максимально актуальная вещь, наверное, для большинства девушек в летний период. Это антицеллюлитный гель. Этот конкретно криоактивный. То есть он не нагревает кожу, как, кстати, большинство, наверное, кремов, с которыми я сталкивалась. А он, наоборот, охлаждает кожу. Я им, если честно, еще ни разу не пользовалась, но обязательно попользуюсь, попробую. Если это будет что-то действительно стоящее, то, поверьте, вы этот продукт не последний раз увидите на моем канале. И последнее, что еще тоже я не пробовала, это 4D спрей для волос. Вообще, когда я увидела описание, я подумала, вот это вообще 100% все, что мне нужно. Потому что это спрей с антиоксидантами, насыщен он витаминами, у него UV-защита и термозащита тоже для волос. И также это конкретно серия для сохранения цвета окрашенных волос. И вообще этот спрей обещает, что волосы станут с ним блестеть. Поэтому я вообще, когда почитала описание, я просто подумала, что это максимально то, что мне нужно. Давайте, кстати, ради интереса сейчас его попробуем. Ой, пахнет очень вкусно. У меня сейчас волосы, кстати, стали более тусклыми, я абсолютно недовольна их состоянием. Вот пора бы уже какой-то хайлайтер для волос придумать, особенно для темных волос. Ну что ж, у меня на этом все. Надеюсь, что видео это вам понравилось. Если так и было, пожалуйста, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. И также, если у вас есть немножко времени, можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас рекомендуют YouTube. Если же нет, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. «Марни» Продолжение следует...